здравия всем желаю смотрел я эту crimean war крымское воровство смотрел ну и нашел там событие которое всегда меня сильно волнует как вы поняли а именно очередную пропажу флота нашел докладываю 14 ноября 1854 года в истории мировых штормов состоялся ну наверное самый ужасный шторм состоялся он почему-то в том месте где была расположена англо-франко-турецкая эскадра какое-то количество кораблей охранения транспортные корабли и в результате вот такого вот удивительного совпадения коалиция которая к нам приехала в гость она потеряла что-то около 50 боевых кораблей транспортов то есть их уничтожила камикадзе божественный ветер почему камикадзе по одной простой причине потому что в истории пропаж флотов есть только один флот ну помимо вот этого союзного флота который накрылся 14 ноября 1854 года это эпический флот хубилай хана который потерял сто пятьсот тысяч кораблей в результате вот того самого камикадзе он и потерял нет ну конечно корабли они тонут в штормах тонут и даже по два тонут и даже по три тонут а может быть если бы в разных местах в каком-нибудь очень большом шторме то может быть даже и 10 кораблей утонут не считая лодок там всяких мы говорим о кораблях но вот так вот чтобы 60 или 50 это уже само по себе как-то очень подозрительно попахивает кстати именно с этим штормом связано создание во франции сразу после войны аж целого французского акционерного общества по подъему одного одного корабля черный принц который как говорят затонул с грузом золота в районе балаклавы ну собственно говоря господа французы даже денег собрать не смогли не то что поднять корабль что касается самого черного принца ну я могу сказать так если кто хочет его там искать ну ищите ищите таким образом что мы имеем в результате мы имеем 26 кораблей крупных кораблей русского черноморского флота которые не топились в севастополь именно по этой причине не было связано в севастополь ни единого припаса ни единой пушки потому что корабли не топились в севастополь первое второе что мы имеем мы имеем некий божественный ветер который очень вовремя подул и уничтожил единовременно в одном конкретном месте под балаклавой флот коалиции а именно англо-франко-турецкая 50 примерно кораблей из них 23 что ли корабля боевого охранения все остальные транспорты возможно груженные возможно войсками что мы имеем еще мы имеем погодные условия которые очень похожи на всякие эпические события типа разгромов флота хубилая хана и также что очень сильно смахивает на действия генерала мороза во время великой отечественной войны в результате чего нацисты потерпели как ни в чем себе не отказывая заявляет наша либеральная шушера первое поражение под москвой и также мы имеем 78 больших боевых кораблей класса линкор фрегата англии и франции которые находились в это время на театре боевых действий ну так как известно что именно такое количество боевых кораблей зашло на черное море и которые никак не смогли этому событию помешать и если в него и вмешались то с опозданием ну а также мы имеем вполне себе определенный опыт фальсификаторов выявлены которые относят смело события взад-вперед по временной шкале и дают этим событиям иную трактовку и эти события иногда даже меняют свою географическую локализацию ну а теперь скажите мне с учетом вот этого всего что я сейчас вам рассказал какое событие известное широко является двойником вероятного события которое мы можем догадаться я это все так очень долго и нудно объясняю с тем чтобы вы поняли ассоциативный ряд моих мыслей ну и как только мы найдем с вами это событие нам в руки сразу же придет еще один аргумент пользу того что мы раскрыли именно то событие которое было сфальсифицировано ну а которого честно говоря мурашки по козу на этом доклад закончил всем добра здравия всем желаю варнинское сражение варнинское морское сражение 1854 года крупное морское сражение между скадрой россии с одной стороны и англии франции и турецко-египетского флота с другой произошло 8 20 октября 1854 года в барнинской бухте на западном побережье черного моря сражение следует рассматривать как один из эпизодов так называемой крымской войны 1853 1856 году разгром турецкого флота в барнинском морском сражении значительно ослабил морские силы турции что послужило значительным вкладом победу россии дальнейшей русско-турецкой войне 1853 1856 годов варнинское морское сражение также обеспечила поддержку греческого национально-освободительного движения результатом которого греция стала автономной думаете что я сделал какую-то ошибку да что неправильно прочитал географическое название вовсе нет никакой ошибки не сделал объяснить почему давайте объясню 26 27 на самом деле но тендер это не боевой канал 26 боевых кораблей с одной стороны 83 ну или 78 тут как посчитаешь с другой стороны наши корабли атакуют стоящие корабли в бухте турецко-французские полагаю турецко-французские которые набиты войсками десанта а именно от 7 до 10 тысяч человек на них находилось на этих кораблях которые потом все умрут от холеры то есть от причин с войной не связанных да кстати если вы захотите понять причину по которой проплывавшие мимо себе русская эскадра вломила туркам и дальше поплывая но вы этой причины не найдете ну и по завязке сражения это происходит примерно так вот эту всю египетско-турецкую армаду атакуют русские корабли разносят ее в пух и прах англо-французская болтается где-то там где-то там ну а потом она соответственно подходит с моря к шапочной раздачи так вот именно так и было они прозевали выход пулота из Севастополя и подошли уже тут туда к варне тогда когда уже наши моряки все все что можно было все что там шевелилось нахрен утопили а потом но так как наши корабли были сильно подбиты все таки им сильно достал смотрим сказочку про наваринское сражение да вот ну я не знаю приняли наши моряки боя или нет скорее всего взорвали корабли и сошли на берег и уже сражались на берегу и именно там погиб нахимов именно там под варны нужно искать наши корабли затонувшие взорвавшиеся с пушками все эти пушки там надо искать ну и смотрим сколько мы намолотили потери турецко-египетского флота составили около 60 кораблей и несколько тысяч человек убитыми и ранены странно да что даже здесь совпадает с вот этим вот балаклавским штормом эпическим таким штормом ну вот как то так пишется история ну и что особенно показательно на азове во время битвы проявили себя будущие российские плотоводцы герои синопа и севастопольской обороны 1854-56 годов лейтенант Павел Степанович Нахимов мичман Владимир Алексеевич Корнилов Игорь Дермарин Владимир Иванович Истомин на этом доклад закончил всем добра Субтитры создавал DimaTorzok